здравствуйте друзья у вас на экране светлый образ девушки или которая преподает у нас немножечко знаете так подрабатывает портнов компьютерского а по жизни ну скажите вы по жизни вообще кто а это вот просто название такое или за ним какое что-то такое стоит какое-то содержание вот могло быть там теста там еще на инженер но который пишет весь пишет программы для того чтобы проверять продукт но еще и создает всю фреймворк весь оси и cd который связан с автоматизацией в общем принципе то есть делает все что связано с автоматизацией тестировать тестирование этого продукта а вы уже давно я это вас помню с 11 лет я поэтому уже там а сколько вы из этого вот времени в тестирование я практически сразу после того как получила свой диплом пошла по этому направлению то есть сначала я диплом получила как программист но я чуть-чуть попробовала и решила что мне как раз больше автоматизация тестов больше нравилось было как бы больше возможности ну как бы вложить свое и ну я по-русски так сказать но make an impact то есть больше иметь возможность повлиять на что-то да да влияние правильно вот как-то сразу меня продвинули в лид а потом как-то ну пошло 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 и вот сейчас я работаю как менеджер этого всего сейчас у нас 10 людей но это потому что сейчас ковид и мы перестали нанимать вообще у нас еще четыре должно было быть места которые мы должны были заполнить это какая-то секретная компания или так можно нет компания просто и немного людей знают которые они работают именно с продажей и покупкой домов то есть компания называется файсер и они делают продукт именно для банков или для они которые именно занимаются купли-продажи в общем недвижимость я бы сказал что вы в каком-то смысле можно сказать что прямо на стак-маркете работаете так как-то вот в этой маркете но скорее всего если кто какой-то человек когда-нибудь купил дом или перинтернатировал дом есть большая вероятность пользовали наш продукт и даже не знали то есть наши костюмеры на самом деле банки которые потом дают лоны людям у вас бенефиты хорошие там но мы всегда у меня а мой тимон всегда работает из дома мой ремонт так что я я работаю как ремонт имплей уже больше шести лет из дома там нет желание там в коллектив там какой-нибудь хэпи ауэр там что так вот он найти мы очень хорошо успеваем прям по интернету но вообще принципе где-то один раз шесть месяцев мы еще вылетаем где-то на неделю и вместе со с но всей группой куда вылетаем ходим на всякие джаз-фестивали и проводим разные активы куда угодно у нас офисы по по всей стране поэтому иногда мы едем колорадо иногда мы едем в техас иногда мы ездим недавно они все кстати приезжали ну хорошо то есть у вас так какая-то комбинация так у вас вас не возьмешь там удаленные работы и вы такие хорошо я вот хотел спросить то есть на вас ковид как-то повлиял в том смысле что вы не 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 стали нанимать вот тех четверых которых хотели нанять что у вас меньше работы или у вас меньше денег или вы начальство не знает чего дальше завтра будет вот почему у меня основа сейчас бум у нас совершенный бум сейчас упали рейдс на на дома и все рефинансируют все пытаются покупать и у нас у нас бизнес наоборот идет прямо вот вверх а что же вы тех четверых то ну потому что компания просто решила быть как бы conservative и они не знают насколько долго это все хорошее продолжится и насколько экономия у страны пойдет поэтому они хотели просто как бы тратить деньги если в будущем может быть они понадобятся для чего-то другого но в принципе они действительно поговаривают открывать опять эти места и все-таки нанимать это знаете есть такая пословица русская кому война кому мать родна вот друзья где надо быть то в такие времена ну хорошо мы конечно сейчас у нас вот как раз мы должны были съехаться и все повередаться и нам конечно тоже обвинили отменили поэтому не удалось пострадавшие вот этот курс который вы начинаете где-то в августе или там езда тоже я не знаю данного не знает вот этот курс который начинается значит реста и что там вообще что что о чем курс то есть у нас есть обычная автоматизация вы у нас много лет уже ее видеть там на кампусе наш обычный куда и какой-то это что да это что а ну мы делаем акцент именно на и пиа то есть вообще все связанное с и пиа и но и ведем это конечно на питоне на пайтон а поэтому почему конечно ну последнее время я все классы учила на пайтон и как слава он у нас теперь заведует джавой а мы разделили то есть я пойду на джава вот вы можете простому человеку объяснить что такое там этот раз 35 и пиа или раз 35 ну а со стороны тестирования кстати большой разницы нету то есть а единственная разница между rest и пиа и например саппиа это что саппиа он более сикюр ну и там разные есть другие конечно нюансы но как тестировать его именно а принципе процесс один и тот же поэтому можно сказать rest и пиа можно сказать саппиа может сказать просто и пиа и мы в этом классе и принципе проходим все мы проходим и как это делать просто мянил и то есть руками как можно да на послание или через свагер то есть просто есть девелоперы когда когда компания очень хорошо документирует свои пяне делают свагер и через него тоже тестирование а потом проходим как можно это например просто в браузере посмотреть что делает страница какие она посылает и пиа потом мы учим как на пайсон астонизировать это пользуя requests package проходим разные вещи типа как делать аутентикацию как как вести себя когда есть csrf токены то есть разные security пара это хорошо да вопрос с точки зрения задачи которые вы перед собой ставите у меня две у меня два на самом деле вопрос первое так и серьезных первые значит с точки зрения задачи которую вы решаете вы хотите чтобы этот человек мог поговорить на эту тему или там ну там написать в резюме и поговорить или вы хотите чтобы он мог вот если его взяли на работу прям идти вот это делать потому что это востребованная штука не ну я надеюсь что он может прямо сесть и делать то есть мы достаточно делаем в классе прямо именно но сами своими руками и я принципе вообще очень мало пользую какие-нибудь powerpoint презентации я обычно вот именно сажусь и люди даже могут спросить вот так как сделать это я обычно пытаюсь прямо в классе сесть и прям при них это то есть каждый класс он именно я подстраиваюсь под людей которые в классе и и мы даже делали мы уже не распоручили один раз мы даже делали часы именно офис ауэрс то есть когда люди могли прийти и просто вот именно сами поспрашивать свои вопросы там час и даже такого рода уровень уровень студента этот это наш обычный вот выпускник который может отсутствовать и зашел там азы нахватал и вот его еще сверху этот rest api или все-таки те которые поработал там ну сколько-то полгода хотя бы и мы и хочет дальше двигаться и мы ему это предлагаем вот на кого рассчитано ну я думаю что если человек вообще то есть не техника это наверное стоит ему все-таки чуть-чуть поднабрать ну как бы запасов и просто влиться в тему и хотелось бы конечно чтобы он чуть-чуть знал код то есть там код принципе несложный но конечно легче если человек когда-нибудь ну что-нибудь писал или пытался хотя бы какие-то азы кодинга потому что класс принципе двигается довольно быстро то есть я пытаюсь это давать очень такой легкой форме но все равно конечно если еще и не знаешь языка то ну вообще может быть сложновато не именно пайтон нужно узнать да какого-то любого просто там общее понятие там типов там переменных там циклы именно так то есть там что такое лучше такое и что такое переменная а безусловный переход хорошо а так в принципе питон настолько легкий язык что если вы пришли там c++ java ну что угодно это быстро это беспроблемно я вас спровоцирую сейчас я вопрос который задают все и никто никогда на него не ответил так чтобы все успокоились вот поэтому или джава вот но я начала кстати на джаве я начала на ави и потом перешла на пайзан и честно говоря я люблю то и другое если нужно написать быстро я паска айтон если нужно написать чтобы ну как сказать более секрет а и чтобы ну меньше возможности кому-то кто не знает что он делает напортачить то тогда джава потому что в пайзан ну принципе нету особых правил как бы можно намекнуть но заставить никого ничего нельзя а в джаве нет джаве ты уж пишешь свои правила если кто-то не хочет играть по правилам то там но это очень сложно сделать это практически невозможно поэтому ну смотря что делать но если быть серьезного проекта получается джава лучше то что там где правил нет там черт что бы если я не знаю что серьезно что вы считаете серьезно например много народу какая-то сложная структура там да и со сложной структурой например и она какие-то на нее там есть именно именно законы которые подвергаются там она должна например у банков или что такого наверное джава а для веб-сайт где нужно очень быстро и как сказать так вот но меняться и подстраиваться под публику я бы сказала пайсон хорошо такой вот вопрос теперь который как бы из области что лучше перешел в область деваться некуда учить в классе или учить вот так онлайне вы в онлайне не очень то есть я про что может быть был какой-то опыт но в основном то вы у доски я вела у доски да ну но сам я училась онлайн так что когда я получала свой диплом все что я брала онлайн мне очень нравилось поэтому хорошо и вот все таки вот код допустим моё понимание такое когда мы какой-то код пишем пусть даже простенький код чек уперся вот там вопрос яйца вы единого не стоит но не компилирует этот раз он может час сидеть может два может четыре сидеть и не работает если кто-то подошел ткнул запятую убрали пошло да это одно а и он запомнился что он запятая помешал там еще раз увидеть такую запятую а если он сидит 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 и никого рядом не то что ему бедному делать ну в принципе в классе у нас есть две перемены когда можно поспрашивать вопросы я посредине класса делаю время когда люди могут поспрашивать вопросы и после класса и просто очень легко можно человеку показать свой экран и я на этом прямой экране на его экране говорю ему вот вот это вот нужно попробовать это можно изменить если честно конечно иногда бывают ситуации когда даже я не знаю что случилось но это иногда часто связано с именно с операционной системой то есть не что-то настолько там какие-то фаерволы и что-то установлено что я просто не знаю как это все разрулить а большинство времени я бы сказала 97 процентов времени я довольно быстро могу найти проблемы и из моего опыта они у меня там в чате сидят и общаются и первое я строгое говорю что нельзя общаться на посторонние темы потому нет это просто засорит и все второе там всегда есть люди которые довольно матерые то есть следующий вопрос что они вообще вот класс пришли это я уже их не спрашиваю во всяком случае есть такие у которых есть ответ на любой вопрос какое-то количество таких студентов надо просто их задействовать чтобы они там не сидели просто не просим ли свои электронные штаны я не могу сказать что у меня было пошли только один класс пока ты чего но мне наверное повезло потому что у нас никто на посторонние темы не разговаривал все друг другу помогали наоборот свой код оставили что помочь другим и я была очень так как сказать ну рада с точки зрения вот того что на рынке происходит вот я например как человек который следит за большим количеством людей которые в поиске да но я вижу тут нашли там нашли здесь нашли референсы попросили еще что-то но какие они делятся впечатлениями им трудно делиться впечатлением что они не искали работу год назад два или пять но они просто делись и я вижу с одной стороны рынок не такой классный как был да так как так вот вот такие как вы там да у вас компания не вы лично вот компания и сидят ждут чего-то другие боятся брать новичков в онлайн потому что заниматься ими некому даже вот практика казалось бы там те бесплатно дают люди а заниматься им как вот так он сидит и за ним присматриваешь а так вот вообще неизвестно тоже какое-то торможение такое происходит вот с вашей вот этой колокольни чего происходит нет в том смысле в каком вот этот класс по rest api то есть я хочу понять вот как этот класс по rest api впишется в сегодняшний рынок вот то что сейчас ну я то есть я знаю что то что я вижу я давно сразу скажу правду я давно уже не искала работу я как бы перехожу с компанией компании просто приглашают я перехожу но я знаю кого моей компания хочет нанять и кого мои где я хотят нанять и принципе все хотят чтобы человек понимал сейчас тестирование на api уровне также актуально и также важно как тестирование например на ui уровне и мало того мы еще в этом классе проходим еще performance testing причем пользуя два разных продукта пользуя джеймиттер и пользуя поэтому когда человек ну в резюме может написать что у него таких ну столько много дифференциейтеров которые его отличают от ну массы то я думаю это ему дает огромный плюс конечно на джеймиттер же можно и этот самый rest api тоже тестировать это весь класс он именно про api поэтому мы делаем a performance testing потому что именно продолжаем тему api хорошо и сколько человек который адекватен вот вашему курсу вот он вышел с курса он так может такой делал сколько такому человеку денег сколько может попросить и получить реально это сложно сказать я знаю что я прямо нанималась со своих курсов прям вот людей которые и даже принципе сейчас я двух себя наметила двух человек из прошлого класса которые а ну именно мне сказали что они хотели бы работать у меня то мы даем где-то сорок пять долларов в час но это уже не начинающий это чек который с опытом каким-то 45 вот так прямо из школы нет если он хорошо пишет может пройти интервью но опять же вы должны понимать что я даю очень сложное время когда я действительно проверяю что человек может сам писать человек может показать что он может сам писать код то это такая ставка который мы дали хорошо ладно значит я я там разузнаю про внешние параметры вашего курса мне сказали что это в августе начнется я честно пока еще не знаю если какой-то день был выбран но август тоже прекрасные прекрасное время ну хорошо ладно ну что же моя задача была просто создать какой-то такой видеоряд в котором будет объяснено что за курс даже когда вопросы задают я говорю а вот иди вот там препод самый рассказывает сама конечно многие могут прийти просто на светлые образы сказать уже неважно и она там преподает главное какая девушка там все я понимаю что вы в онлайне а а вот вообще вот допустим работаешь компании войти там есть какое-то внимание вообще внимание каком смысле девушка красивая я работаю по интернету так что большинство времени вообще никто не видит не только слышу того когда не работала по интернету а не знаю как всегда все очень профессионально поэтому я не могу сказать что если внимание как как девушки сотруднику то есть как сотрудник куда всегда девчонки то я я вам обращаюсь вот так вот идешь работаешь там это все распуфыришься все дела там все они на тебя как на сотрудника ладно давайте я вам под конец расскажу случай такой вел я урок много-много лет назад веду я урок и там сидела женщина одна она так от урока к уроку как-то так знаете вроде как сидит а вроде непонятно зачем и когда уже там другая и куда-то она потом исчезла и когда уже другая группа была я вот рассказывал я буду святить человек и непонятно зачем и там такая женщина была постарше мудрая дочь академика там какой-то не надо и она любит михаил но неужели вы не 5 она сидела дать не как студент она сидела как женщина я говорю это как она кена рассказать мне анекдот что приходится слон к пруду и на листе кувшинки лежит лягушка загорали и и слон не говорит лягушка вода теплая сегодня она может я между прочим тут лежу не как термометр а как женщина такой замечательный случай так что друзья давайте так чтобы уже если уже пришел куда уже давай уже как студент сиди как работник сиди ладно элечка спасибо большое я надеюсь мы еще не только в онлайне встретимся в этой жизни правда обязательно и очень было пообщаться а вы тоже у нас когда-то учились немножко или нет у вас моя мама мама я помню хорошо а вы на а я просто бегала и всасывала через пор и как бы сказать но промежу прочь то есть выйдите у вас нет сертификат нет сертификата нет вот видите друзья ладно хорошо от мамы всему научилась так что она от вас а я всему от мамы маме привет и тогда до новых встреч там в онлайне и живьем счастливо